Мур-мур-мур, миру, ня! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ня. Я заметила, что все больше и больше стало появляться модов для Fabric. Это такой модлоудер, что на русском означает «загрузчик модов». То есть это программа, без которой вы не сможете играть с модами. Например, самый известный модлоудер в Майнкрафте на сегодняшний день – это Forge. Если же вы не знаете, что такое Forge, то советую сперва посмотреть мой ролик про то, как устанавливать моды на Майнкрафт. Там я объясняла, для чего нужен Forge и как его скачать и установить. В последнее время большинство хороших модов создаются сразу для двух версий – для Forge и для Fabric. Но так бывает не всегда. Некоторые классные модики создаются только для какой-то одной версии модлоудера. В частности, как я уже упомянула, Fabric становится все более и более популярным. Если получилось так, что приглянувшийся вам модик оказался не для привычного Forge, а для этого нового и непонятного Fabric, то сегодняшний мой ролик поможет вам разобраться, как устанавливать моды на Fabric. Сразу предупреждаю, что я буду показывать установку Fabric на лицензионный лаунчер Майнкрафта. Как это происходит в Т-лаунчере, я не разбиралась. Итак, для начала вам нужно скачать Fabric Loader. Для этого заходим на его официальный сайт. Ссылочку на него я оставлю в описании под роликом. Нажав на вот эту большую кнопочку, скачиваем установщик последней версии для Windows. Если хотите скачать более старые версии, то их можно найти, нажав вот сюда. И тут уже выбирайте, какая версия Fabric вам нужна. Скачав самую новую версию Fabric Loader, перетаскиваем файл на рабочий стол, ну или в любую папочку, где вам будет удобно его хранить. Затем запускаем это дело, открывается окошко установщика. И тут мы видим несколько настроечек. Тут можно выбрать версию Майнкрафта, на которую мы хотим установить свой Fabric. Как видите, его можно установить на Майнкрафт, начиная с версии 1.14 и выше. Я выберу самую новую на данный момент, версию 1.18.1. И учтите, что для установки Fabric на любую версию Майнкрафта, у вас в лаунчере уже должна быть установлена данная версия Майнкрафта. Надеюсь, это всем понятно. Дальше выбираем версию загрузчика. Лучше выбрать самую новую, та, что вверху списка. Дальше указывается путь к папке, в которую будет происходить установка. Здесь лучше ничего не менять, поскольку Майнкрафт всегда устанавливается на диск С. И дальше по адресу, который вы здесь видите. Все, остается нажать установка. Если все сделано правильно, то установка происходит быстро. И появляется вот такая табличка, что все прошло успешно. Нажимаем ОК. Проверяем. Запускаем лаунчер Майнкрафта и заходим в раздел Установки. Нажимаем Новая установка. И вот тут, в разделе Версия, ищем нашу версию с Fabric. Вот она. Выбираем. Обязательно сохраняем. Опять переходим в раздел Играть. И теперь находим ее в окошке для выбора версии игры. Вот она. Но не торопитесь нажимать кнопочку Играть, поскольку подавляющее большинство модов, созданных для Fabric, требуют еще установки дополнительного мода Fabric API. Его можно легко скачать с Curse Forge. Ссылочку на этот модик я тоже оставила в описании под роликом. Итак, заходим на сайт и в разделе Файлы ищем нужную нам версию мода. Но учтите, что скачивать нужно такую же версию API, как и версия самого установленного Fabric. То есть, если вы установили 1.18.1 версию Fabric Loader, то и в Fabric API нужно скачивать такой же версии, то есть 1.18.1. Ну и, конечно, скачивать лучше всего самую свежую версию API. Я выберу вот эту. Скачиваем. После чего переносим скачанный файл в папочку Mods, как и все обычные моды. Все. Теперь можно считать, что вы полностью установили Fabric. Но перед запуском игры советую удалить папочку конфигов. Поскольку, если этого не сделать, то Майн может крашнуться из-за конфликтов с конфигами модов. Если вы все сделали правильно, то Майн у вас запустится, и вы сможете устанавливать моды, предназначенные для Fabric. Но учтите, что некоторые моды могут требовать установки еще каких-то дополнительных модов. Их еще называют библиотеками. В своих обзорах я всегда говорю, какие дополнительные библиотеки требуются установить для работы того или иного мода. А также даю ссылочки на их скачивание. Ну а на этом, пожалуй, все. Надеюсь, это видео будет кому-то полезно, и вы теперь сможете играть не только с модами, созданными для Forge версии Майнкрафта, но и с модами для Fabric. Ну а я побежала искать для вас новые интересные моды. Не забывайте ставить пальчики вверх за мои старания. И, конечно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вас ждет очень много интересных обзорчиков на различные моды. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока!